цель какого вообще предвыборная компания не моя лично остановил тебя гаишник да а это твой сосед вот в этот сон погружался народ просто очень долго в это безразличие ты бы хотел быть депутатом я себя позиционирую как защитник земли русской он неправильно себя ведет он не в адеквате прийти пожалуйста заберите вот они же сидят хает власть поменяли в 93 году на жвачки и джинсы все должно с низов подняться то президент не всегда в курсе что происходит нашем городе поэтому нужен какой-то посредник в виде тебя чтобы донести эту мысль то есть я не могу понять этот демократический механизм я вот так сказал он мне неведом к сожалению отношение к частной собственности экономическая система негативно не я понял есть все есть программа ребята надета существует она в разработка хочу сюда вернуться большинство из вас на самом деле спят дорогие друзья но если те кто проснулся в этой жизни что-то понял и решил поменять свою жизнь иногда и на 180 градусов один из них организатор общественного объединения народный карт контроль евгений александров и сегодня мы его к себе пригласили в гости очень мало информации о нем но попробуем раскрыть эту личность узнать о нем что-то более глубоко и честно сказать первый раз с этим человеком на самом деле встречаюсь и тоже для меня будет это новая информация поехали их у из первая наша рубрика жень хуис это то есть кто ты мало чего тебе знаем в интернете практически нет информации откуда-то из небытия вынырнул где-то был до этого чем-то занимался вообще ну я здесь родился вырос я являюсь коренным жителем вот мои предки все здесь родились вот образование здесь получал обычной школе наверное да да в шестой школе на жукова получал 9 классом не образование потом девятом училище один курс учился вот просто понял что этот все не для меня ну как то вот я не буратино можно так сказать чтоб меня строгали под одну ребенку вот стих как всех вот и просто пошел самообразовываться 15 лет я уже начал кирпичи ложить просто вот ну так скажем скорее это было необходимое жизненное то есть семья жила довольно таки плохо по среднестатистическим меркам мне приходилось работать чтобы помочь но высшего образования то есть у тебя нет есть и средне специально вот уже нет незаконченное получается по профессии гражданская специальность камень о ну вот вольный хорошо значит работает начал с 15 лет сейчас тебе 33 а у тебя уже богатый опыт в строительстве да за это время наверняка появилась там семья то есть вот чем живешь вообще не супруга есть двое детей дочка пять лет и сыну два года жизнь занимался строительством и мы о тебе вообще ничего не знали и тут какой-то момент появился ты появилась твоя общественная организация ну тобой организованы и там какие-то тоже есть ребята люди которые с тобой вместе двигаются по этой теме откуда возникла эта идея откуда появилось желание вообще заниматься активом этим ну вот когда я был помоложе с армии пришел там было понимание в голове что надо пахать 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 целыми днями проснулся пошел пришел упал вот как бы на то время можно сказать в нашей компании было немного ребяту кто мог купить там что-то как бы за свои свои деньги так скажем имел вот у меня они были мне в принципе это нравилось на тот момент вот как я рассказал пахать потому что было понимание того что я должен что-то заработать пока есть силы молодость все когда этого не будет естественно я уже ничего заработать не смогу вот потом пришло понимание того что бессмысленно это все пора остановиться оглядеться вокруг жизнь она не заключается в том чтобы ходить работать платить ипотеку кредиты в общем немножко в другом в созидании она заключается в природу надо вкладывать свои силы просто вот бессмысленно почему я осознал что это бессмысленно бессмысленно пахать ну просто когда ты пашешь получается образно говоря 10 человек пашет да вот они получают одну копейку а капиталист на которого не пашут получает 10 копеек образно говоря это если вкратце вот поэтому просто не хочу работать на капиталистов капитализм для меня это ну вообще эксплуатация человека человеком это очень плохо хорошо и поэтому в какой-то момент решил почему-то именно создать народный контроль вот почему именно вот такого типа организацию решил создать ну во первых общественное объединение ну так скажем это очень удобно удобно в каком плане вроде как в теории тебя нету ну то есть вот по документации до юрлицо взять ты не юрлицо то есть получается на тебя особого такого рычага нету ну и ответственности нет такой то есть для чего мне сейчас ответственность вот юрлицо допустим это и бухгалтерию надо вести и помещение иметь и много еще всего ну возможно вы сейчас просто пока до этого не доросли вот но у нас есть кое-какие наработки вот опять же это все придумано я не могу сказать что это вот прям вот я взял и придумал то есть я ездил москву общался с людьми вообще по россии покатался так получилось вот есть знакомые там вся всевозможные съезды обмен информации вот и просто пришло понимание что вот как по конституции даже у нас народ является единственным источником власти все то есть я не могу сказать что я не сознательный ну как я сознательный по отношению к природе по отношению там к окружающей среде вообще вот она выборы ну так получается не хожу по личным убеждениям просто-напросто вот я считаю что нет необходимости передавать свое право голоса если я могу и сам участвовать в этом всем хорошо ну как раз об этом же мы с тобой поговорим у нас есть пару вопросов жага в загажнике именно по этой теме давай перейдем к самому интересному кулек семечек как раз тут мы вот и подготовили кучу вопросов но давай про народный контроль собственно цель какого вообще конечная может быть изначальная и конечная ну можете рассматривать цели это предвыборная кампания даже так предвыборная кампания не моя лично то есть мы на сегодняшний день ну если быть до конца честным изобрели так скажем механизм в котором будет децентрализация власти что это означает это не будет конкретного лидера одного то есть он в теории как бы есть но все решается путем вот как советы были вот вот совет депутатов у нас пример да то есть там 10 человек решили и решили будет вот так все то есть один человек не решает вот ну изначально прости пожалуйста что эти перебиваю чтобы зрителю было понятно и мне смотри изначале я думал что это объединение которое будет условно говоря которая которая до контролирует и занимается мониторингом деятельности ну там властных структур условно говоря то есть неважно что это вот возьмем с тобой допустим опять же твои же ролики дать чем чаще всего в этом занимаетесь даты то есть вы смотрите ну контролируете работу там строители опять же ремонт дорог там допустим коммунальных служб потом у тебя очень много было роликов вы занимаетесь общественной работой там например убираете лес там какие-то ну зарыблением занимать я думал что вот это основная миссия так как какое-то движение снизу ну такой я бы сказал гуманистическая в каком-то смысле просто оказывается есть какая-то еще и такая большая миссия мы никогда не скрыла базе цели то есть смотрите вот у нас общественное объединение получается на сегодняшний день в теории у нас где-то порядка 50 активных человек здесь старомосколе да вот это не говоря о тех которые там раз в месяц могут прийти что-то помочь ну вообще это берем актив нашим вот предвыборная компания это не чисто моя это например вот возьмите у нас сейчас создается совет и комитеты где у нас народном контроле у вас да у нас вот мы прописываем сейчас комитеты то есть экологический комитет вот в котором будет два отдела один но пока в теории предполагаем 1 по лесничеству один по рыбоохране и восполнение биоресурсов то есть вот руководители этих комитетов примеру то есть все должно с низов подняться не так вот я пришел я народный контроль я тут власти вы там меня все слушайтесь кто внизу нет это все будет подниматься с низов вот как должно быть до в теории сначала депутат потом депутат там в дом потом выше-выше ну да приезжала муниципальный потом областной потом и выбираются все время самые достойные получается вперед которые продвигаются вот чтобы туда не попали непонятно кто ну наше личное убеждение что депутаты наши должны быть с одним гражданством например если ты руководишь здесь у тебя должно быть гражданство непосредственно россии двойное гражданство не допускается потому что ты тут натворил непонятно что и уехал куда-то ну это не должно быть но при всем при этом мы не отсекаем в правах никого если ты хочешь с нами быть рядом да ты можешь с нами быть пользоваться всеми благами но в руководство ты не можешь пролезть просто не так и понимаешь вот жить мы сейчас говорим о каких-то абстракт на будущих вещах понимаешь они есть они есть у вас в голове они уже на бумагу переносится даже на бумагу переносится да а вот вообще-то мне казалось что это такое мистическую такая мистичковая организация которая будет пытаться но заниматься какой-то исключительно общественной деятельностью мы говорим сейчас уже какой-то такой глобальной политики на самом деле почему нет у нас есть люди вот мы ездим и в калуге но если то есть изначально мы когда все это народный контроль это сеть по всей россии ну где-то она называется немного не так где-то по-другому на самом деле не важно как он называется важно чтобы костяк был в городах определенных и все потом просто это будет ну так скажем всероссийской какая-то организация возможно не коммерческая фондом я не знаю что это перерастет вот которая будет заниматься непосредственно проблемами до которых там власть на при не может дотянуться там силу чем каких-то обстоятельств а что тебе сегодня вот конкретно не устраивает тут не хочется понять да вот народный контроль я думал опять же что твой порыв он исключительно знаешь такой гражданский где ты ну такой может быть солдат какой-то который вот делать свое маленькое дело на своем месте да и вот ну как это говорится поменяй мир внутри себя и мир поменяется вокруг вот оказывается что все немножко немножко глубже да конечно глубже вот смотрите я себя позиционирую как защитник земли русской к примеру да ну вот защитник земли русской это не значит что ты должен постоянно стрелять с автомата где-то на границах где-то еще вот у нас же допустим внутри россию собрать внутри россии есть паразиты свои определенные то есть если несознательные граждане которые мусорят на водоем вот мы убрали они на мусоре с ними надо бороться безусловно вот несознательные граждане на водоемах которые ставят сети браконьерами их называть нельзя так как суд не выставил не вынес постановление что они браконьеры и хулиганы вот хулиганы они вот поэтому с ними боремся тоже понимаете то есть необязательно мы должны лезть в сирию там в украину еще непонятно куда для того что да можно тогда же не немножко вот упрощу наш разговор вот смотри вот то что ты сейчас перечислил это не часть ли нашего менталитета вот такие к чему говорю что вот ты иногда видишь комментарии людей да я иногда читаю там соцсети это сейчас самый основной обмен мнениями я бы так сказал и вот они же сидят хает власть и эти же люди которые тебе пишут и мне пишут это те же люди ставят сети эти же люди бросают мусор я лично своими глазами видел понимаешь то есть власть она состоит из определенных людей и не из космона не из космоса откуда-то их сюда послали это люди из нас но большинстве своем но скажем честно вот работяг там я не видел в депутатах как сказать там есть люди которые но им к работали и очень долго некоторые допустим примеру были такие представители ну возможно спорить не буду я с ними не знаком вот я хочу нет но подожди стой аж герои это же не какие-то гуманоиды правильно вот а мы да кто эти сети ставит хулиган а почему он так где а это и твой сосед допустим вот скажи пожалуйста и выпишем выпишешь ему штраф я не имею на это полном не имею да вот смотри вот ты заявляешь о том что мы придем вот мы сейчас создадим какую-то структуру управления государством снизу мы поднимемся наверх ну ты пойми правильно что в какой-то момент тут остановил тебя гаишник да а это твой сосед а ты не должен с ним договариваться ты должен сказать нет ты меня штрафу и вот я не пристегнутый на те 500 рублей пришел с тобой товарищ там рядом шашлыки жарить он накосячил условно говоря да ты вызвал полицию прям при нем сказал вот у меня тут со мной друг он неправильно себя ведет он не в адеквате прийти пожалуйста заберите его то есть вот вот к этому ты готов скажи пожалуйста конечно но это же революционное изменение мышления человека понимаешь нашего соседа с тобой мирным образом мирным образом да если человек не понимает что так нельзя да ну ты же не идешь ему там не знаю вещей раздавать нет степень непонимания понимаешь вот некоторые говорят надо жить по совести я тебе вот ближе объясню до совесть у меня у тебя и угни вот у моего оператора она абсолютно разная понимаешь кому-то совесть позволяет детей насиловать он это его степень возможности вот как как это победить как это закрепить вот есть законы определенно не как бы вроде бы как должны формулировать нормы права нормы возможности человека да вот твое понимание этой ситуации как это все будет происходить не у меня понимание свое у меня просто есть дети я на все акции беру с собой то есть вот если я мусор собираю мой ребенок со мной собирают рядом именно поэтому при у меня уже нельзя упрекнуть том что если хочешь изменить что-то начни с себя я детей своих воспитываю все просто на самом деле если каждый будет приходить на природу жарить шашлыки к примеру и убирать за собой на все проблемы решено надо воспитывать подрастающее поколение начиная от садиков мы готовы к этому у нас стратегия своя разработана есть уже дали конечно мышцы не в носу ковыря есть на самом деле какая-то даже вот стратегия развития безусловно вот уже прикольно все что угодно программа так назовем здесь любая политическая партия за исключением некоторых я их не буду называть которые выходят на выборы с программой развития государства ну правильно понимаю там области города вот оказывается народа сервере чего угодно можно развивать все документ какой-то это вот ну но в разработке он да а берете какие-то аналоги откуда вот то есть опыт какой-то других документов то есть откуда только самое лучшее берем вот например советского союза много взято то есть к примеру от и от советский союз там ругают да блин но вы его ругаете но на самом деле если вот немножко глубже посмотреть люди кому там за 50 так скажем вы все жили в квартирах живете и даже ладовых не но уже перепродали там как-то получилось уже расширились да но вам дали жилье изначально советский союз почему вы не скажете на те заберите эту квартиру вонючего советского союза к примеру да грубо говоря вы же не отдаете образование вы не отдаете но уже отдают уже все ну просто поменяли в 93 году на жвачки и джинсы хорошо давай же не приземлимся к нашему глобусу старого оскола немножко какая ситуация сегодня смотришь на местах что в старом осколе сегодня тебе не нравится что нужно поменять я не знаю на самом деле это не моя точка зрения вот наше объединение все сложно сложно в каком плане вот людей надо воспитывать реально ну так как в общем тут как с пьянством пока сам человек не захочет вылечиться до зависимости ничего у тебя не получится может сколько угодно капать его таскать штрафовать и все что угодно делать вот мы просто проводим акции определенные чтобы это поселилась в головах у детей к примеру да вот мы акцию недавно проводить проводили загадай желание то есть когда детей приводили да мы отпускали загадывали желаем там взрослые были кстати без детей просто приходили вот подростки так скажем ну там сэлфи там все ему тоже интересно это получилось вот и я считаю что следующий раз образно говоря вместо карусели ребенок сказать пап пошли у меня желание есть загадаем сейчас и отпустим будет здорово вот и все следующий раз просто у нас есть тоже на бумагу мы переносим все эти акции наши образно говоря можно как привлекать ребенок хочет загадать желание да ну давай на привод бережок тут уберем 5 бутылок собрал пластиковых отдал вот те рыбка почему нет все что угодно можно под это как бы воспитываем хорошо какой отклик у населения в принципе люди подключаются есть но появляется какая-то массовость вот ну не все сразу лагерь мы девять месяцев просто так скажем работаем над этим всем сначала было конечно вообще тяжело вот сейчас полегче но тем не менее находятся такие люди которые говорят вот вам блин заняться нечем шел бы деньги зарабатывал чё что вот такой-то взрослый мужик занимаешься не пойми чем я считаю что это намного важнее чем деньги заработать что-то я воспитываю может быть на собственном примере поколение того чего детей вот того человека который в то время он зарабатывает деньги да но здесь надо понимать что воспитывать то надо не подрастающее поколение воспитывать на себя то есть если человек квасит к примеру да его дети сидят рядом ну это мусор вот так раскидывает да ну глупо от ребенка ждать того что он начнет собирать мусор и со всеми вытекающими скажи старооскол как-то выделяется в этом смысле то есть есть какой-то определенный месячковый менталитет ну не знаю здесь сложно или это общая проблема сегодня культура воспитания ну я думаю со временем мы победим это все хорошо ну вот смотри как раз таки если берем одну из твоих акций очищали водоем насколько я помню да да через месяц пришли и ты увидел ту же картину было какое-то разочарование внутри абсолютно практически нет вот немножко так пришлось вы выругаться и принципе все отпустил я был к этому готов я просто своими не то что своими я да у нас есть группа это наши акции все что мы проводим я не могу сказать что вот я вот везде все делаю сам это будет потому что неправда у нас есть много идейных людей которые мы друг друга поддержим да вот кто-то где-то увидел глянь вот акция какая проходит ну давай туда впишемся ну давай все готовы мы к этому были просто мы акциями показываем что мы можем делать к примеру в следующий раз люди глядя на то что мы делаем они придут и присоединятся мы можем состыковать две акции убери берег и золотая рыбка еще там что-то привлекать какие-то базы отдыха к этому всему например мы убираем вот здесь берег до золотая рыбка и еще база отдыха к примеру там шурпу сварила вообще классно получится то есть и дети там все ну все что угодно можно делать на самом деле здорово да есть какие-то вот планы ну какие-то вот ближайшие может быть проекты поделись с нами ближайший план у нас будет вот проект на юности в районе 21 школы там пляж есть есть такой где мостик мы будем проводить повторную акцию золотая рыбка будет называться вот на объездной на песс карьере проводили акцию загадай желание здесь будет аналог такой же ну людям просто понравилось так получилось нам всю эту прошедшую неделю звонили писали и хотели еще у людей просто желание еще остались как бы не все смогли тогда попри золотая рыбка пояснить зрителям не все просто в курсе может быть что за акция это приходите на водоем мы привозим рыбу вот от вас нужны им костя то есть ведерко баночка что-нибудь мы вам даем там ну перегружаем вашу емкость вы подходите к водоему загадывайте желание и отпускаете детям вот так просто реагирует это эмоции которые невозможно получить примеру ну вот сидя за компьютером там игры планшет и все это так мелко вообще просто сравнение не ставится вся эта акция проходить будет бесплатно ну мы совместно с инспектором рыбоохраны вот ну у нас ребята тоже есть не штатники рыбоинспекции то есть мы боремся с браконьерство со всей этими делами вот и хорошо скажи пожалуйста жень как на твой взгляд у нас общество все-таки аморфно или есть какие-то перспективы там я не знаю как растормошить допустим перспективы определенные есть на собственном примере это все долго это будет не быстро вот в этот сон погружался народ просто очень долго в это безразличие ну реально просто сейчас смотрю воды мне блин пофигу чё я пошел отпахал домой пожрать принес и в принципе меня все устраивает ну и что что налоги там 50 процентов от моей зарплаты образно люди не хотят ничего нет их устраивать вот будет еще дороже там еда они готовы платить они не готовы разбираться почему все так найти производить там здоровую продукцию что-то еще люди не готовы менять жизнь но в процессе я думаю все изменится надо показать просто другую сторону этой медали хорошо общение с органами власти наверняка же обратил уже на себя внимание и кто-то на тебя выходил были какие-то разговоры может быть не обязательно все кардинально радикально менять может быть наоборот есть люди которые готовы сотрудничать и готовы вот но меняться как-то обновляться и идти параллельными курсами ну смотрите мы очень плотно взаимодействуем с администрацией вот какие-либо мероприятия когда мы проводим ну так как мы на общественных началах существуем не поддержки никакого нас ничего нету мы существуем так скажем на членские износы внутри объединения вот например там 20 человек скинулись по 200 рублей это наш бюджет на месяц мы не можем например проводя акцию сделаем где было там порядка 150 человек не могли их просто покрыть этим бюджетом пакеты там мешки для мусора перчатки и все остальное мы обратились в администрацию на что практически сразу была молниеносная реакция все нам предоставили ну сотрудничаем и по заряблением по всему то есть мы ну по заряблению там сложно на самом деле образе стоит значит понимание какой то есть есть нормально с ними взаимодействуем ну подожди стой мы только что говорили что вот немножко все не так может быть даже в ножка и тут же мы понимаем что есть люди которые там же готовы вот вместе с вами идти на вместе с нами то есть вы как мы 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 все вместе готовы разъясняю вот к примеру у нас есть президент у нас их много сейчас в любую организацию можно зайти искать президент фирмы президент страны ну да вот получается что что президент не всегда в курсе что происходит нашем городе но если вот быть откровенным потому что очень много по ступеням спускается спускается а доклад у нас все хорошо товарищ президент и вверху там все у нас хорошо а приезжает на место и все не так так же было у нас допустим в нашем городе вот когда к нам обращались жители дома 43 на жукова нам позвонили сказали так и так детскую площадку там уничтожают что-то там делят что-то непонятно что-то должно произойти но выехали на место отсняли материал все выложили в администрацию отправили приехали представители администрации вот и просто на месте пришли и удивились какое отличное покрытие у детской площадки что здесь надо немножко доработать и все будет просто клево все то есть я считаю что здесь просто непонимание божество смотри вот есть обычный горожанин на он видит что у него дворе вполне себе добротную детскую площадку сносят ну там или собираются демонтировать под что-то другое до его это не устает он сам звонит напрямую в допустим муниципалитет да и там начинается недопонимание и поэтому нужен какой-то посредник в виде тебя чтобы донести эту мысль то есть как море здесь немножко по-другому происходило вот мы не реагируем если просто человек звонит вот там кучу мусора там что-то там да как-то она появилась допустим и отреагируйте чтобы ее убрали нет то есть вот вы человек да берите идите реагируйте вам же она мешает да мы не можем бежать мы просто не можем разорваться вот если приходит человек у него куча бумаг вот посмотрите вот там власти бездействует или кто-то бездействие сюда помогите пожалуйста то тогда мы реагируем вот так как человек еще ничего не сделал и хочет просто переложить какие-то свои ну так скажем хотелки на твои плечи а потом просто отскочить сторону давай скажем свою ответственность на другого человека руками просто что-то сделать все просто люди не готовы на себя брать ответственность а там было что там по детской площадке было непосредственно старшая по дому то есть жители за нее были все старшая по дому собирала подписи писала заявление там из суда из прокуратуры отовсюду был куча бумаг было то есть как не реагировать человеку реально нужна помощь она не может пробить все и получился резонанс люди приехали в общем получилось так что мы сделали так что они услышали друг друга все то есть ну да посредники получается иногда получается что никак без этого как часто люди обращаются и какие ну такие самые массовые вопросы бы так сказал да на самом деле разные к примеру я там не знаю вот мы говорим вот ну просто я знаю что вот то что ты говоришь вот ремонт там каких-то помещений очень часто там у людей поэтому вот нам тоже звонят по этому поводу допустим есть где-то подтопления какие-то которые тоже и люди пишут допустим вот я помню все время ламская ну не будем скрывать да там всегда была проблема с подтоплением и люди писали вплоть до президента и там куча бумаг и и не помню как этот вопрос вообще решился ли до сих пор я даже не уверен ну я про ламскую не в курсе может быть нас еще просто не существовало как организации ну возможно да вот так в принципе дела бывают разные вот звонит человек так и так обращается у меня три дерева стоят вот дом родовой получается 1800 какого-то года постройки вот стоит тритополя вот таких аварийных то есть уже без коры и ну все высохли получается так как прибрежная территория подмыла корневую систему и они могут упасть но обычная история но это история вообще заявку надо подавать в сгом пауках а насколько я знаю и там вот рассказываю все было подано когда он документы подавал у него по моему родители умерли когда они хотели потом приватизировать дом ему написали отказную нельзя потому что водоохранная зона вот а как деревья спилить например муниципалитетом до получилось так что ссылались что эта земля его и он должен это делать ну в общем ну так скажем пришлось посодействовать после этого просто разрешилась вся проблема и все спилилась само собой получается они услышали друг друга но я вот никак не могу понять честно посодействовать в каком смысле вот ты пришел ну там или позвонил опять же вот в определенные там органы власти говоришь здравствуйте я такой такой то представляю такую организацию народный контроль они скажут а кто ну что кто вы такой где документ какой то есть у вас что какими вы обладаете полномочиями то есть вот как это происходит я не могу понять этот демократический механизм и вы так сказал он мне неведом к сожалению когда изначально я приходил первые разы в общем знакомство наши с администрации началось протокол учрительного собрания принес и уведомление что мы есть и мы здесь работаем вот изначально было какое-то недопонимание в плане того что вот общественной организации не зарегистрирование юрлицо чуть непонятно чем вы будете заниматься вот у нас панель зарегистрировались и ничего не делают а вы не зарегистрированы но по факту получилось через здесь 9 месяцев что мы иногда делаем больше чем зарегистрированы у нас такие тоже есть ну получается что есть как по-другому ну вот и получается что потом нас начали воспринимать уже всерьез ну мы уже так скажем с руководством в администрации нашего города довольно таки неплохо общаемся то есть когда мы приходим нас уже узнают мы приходим не просто на словах объясняем то есть есть определенные документы мы приходим так так и так вот человек прав посмотрите пожалуйста что можно сделать все ну как ты же показываешь конкретно да что есть проблема такая человек прав реагирует не могу сказать да все отлично сейчас передаем документы вот сюда вот вот в этот кабинет и там месяц прошел два ты звонишь ну что там тебе говорит да вот мы тут 7 разбираемся я вам могу сказать не знаю что это заслуга но с прихода нового мэра у нас вот главы было вы да вот почему то вот по-другому начало вопросом вопроса начали решаться на решаться ну я раньше не обращался как бы не было у меня таких такой необходимости сейчас столкнулся несколько раз к нам обращались и мы обращались по другим вопросам ну реально идут навстречу просто видно это хорошо давай как раз таки поговорим на есть на твой взгляд какие такие фейковые общественные организации которые вот они есть и ничем не занимаются или занимаются сама пиаром я мониторинг этого не проводил мне некогда и неинтересно давай простой пример опять же приведу тебе вот у нас есть такой общественник рома слуцкий как-то он там акцию проводил что там перейди пропусти пешехода там и прочее прочее тебе не кажется что есть организации которые занимаются так сказать ну сама пиаром я бы так сказал да там то есть пытаются показать себя вместо того чтобы заниматься реальной деятельностью и как считаешь нет ли такого мнения о тебе что ты действительно толкаешь свою личность они мне много говорили что пиаром занимать всем остальным не знаю это пусть потомки от нас судят пиар это был или что на самом деле далеко мне кажется не ну как-то подождем потомка не ну ты как вот ответь пожалуйста критикам скажи что вот миссия твоя но не такова на самом деле да на самом деле люди должны видеть и думать головой от того что я им скажу вот постараюсь оправдываться или что оправдываться мне не за что принципе вот поэтому я считаю те кто смотрят на наши поступки пусть они сами решают что мы делаем вот ну просто мне я хочу распиариться мне вот очень нужен пиар поэтому я лезу в водоем с подсадчиком грибу рыбу по уши в грязи вот вот очень хочу распиариться вот и со мной ребята такие же которые очень хотят вот жизнь как просто такой напрямую тезану вопрос ты бы хотел быть депутатом вот если бы тебе сегодня предложили на тебя вышла какая-то допустим политическая группа да там и предложила тебе попытаться себя ну легализовать вот в этом смысле вот скажу так политические группы никакие меня не интересуют если бы я когда-нибудь и пошел куда-то то как самого движение потому что я считаю что я должен отстаивать интересы народа вот я за народовластия вообще всегда при любом раскладе а народовластия но в каком понимании должна быть какая-то же помимо ну народовладие что-то общее демократия тоже народовластия смотри демос народ кратия власть то есть власть большинство ну теория да а вот твоя теория какого народовластия ну вообще я считаю и всегда считал что только народ может изменить систему вот например на сегодняшний день у нас государства сложился определенный устой то есть мы живем как под копирку вот в садик сходил в школу сходил отучился высшее образование получил в армию сходил там мальчика сюда там дожил до пенсии но отработал до даже до пенсии умер все то есть все должны жить так а почему а где же саморазвитие просто вот я считаю колхоза мы можем подымать еще что-то не подожди стой вот смотри чуть-чуть может быть я направлю наш разговор в другую будет какой-то вечер будут на площади собираться люди и кто-то будет стоять и поднимать какой-то я не знаю там колокол или как как вот как определить нужно решить вопрос вот надо решить вопрос как мы будем его решать вот смотрите самое примитивное да что можно сделать ну вот образно ли чтоб себя роста понимали у нас есть к примеру город наш нашем городе есть микрорайоны но наших микрорайонах есть дома есть наших домах есть подъезды есть в подъездах есть люди квартиры люди давно поймем от общего к частному пришли вот дедукция люди одной квартиры жильцы выбирают старшего по дому примеру папа в квартире папа да эти папы идут совет подъезда выбирают старшего по подъезду эти например если 33 подъезда три человека выбирают достойного старший по дому эти старшие по дому выбирают старшего по микрорайону эти старшие по микрорайону образуют совет понял это совет микрорайонов совет города к примеру все должно снизу поднять смотри отношение к частной собственности экономическая система негативно не я понял я имею ввиду смотри собственно частная собственность не народная опять же государственная народная частная то есть все народную а как это народно все народные можно тут вот еще раз разжевать немножко не могу понять ну вот смотрите к примеру вот что такое государство вот так ну я бы насколько я помню учебники истории было понятие орудия власти государство орудия власти у ленина и насколько я помню было понимание это государство это инструмент инструмент ну тоже инструмент государство инструмент власти одного класса над другим вот так вот я скажу но смотрите если вот проще вот сейчас на вот что такое вот к примеру администрация это вот так скажем люди которые приняты на работу для того чтобы народу было легче жить вот образом я так скажу это общество делегирует им свои полномочий которые общественные которые они не могут но в силу работы там выполнять определенное что каждый должен заниматься то есть передаем право вот например бы мусором так она есть чтобы да 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 почему люди не могут сами в этом участвовать ну то есть вот мы наняли сейчас вот этих людей да образно говорят парламент еще не важно да если они нас не устраивают мы же имеем право их замене да если и более достойными но если есть кем ну эти достойные откуда должны взяться мы должны выбрать из себя правильно ну наверно по идее да ну те кто имеет возможность этим заниматься понимаешь то есть опять же это нужно иметь технологию возможности вывоза то есть целую структуру это предприятие огромное правильно если это предприятие нас не устраивает мы его должны либо создать новой либо привлечь откуда-то извне но изменение надо я имею ввиду из курской области допустим я имею ввиду понимаешь на чем я говорю ну вот смотри моя точка зрения личное убеждение изначально почему народный контроль создавался это база база для объединения разных людей ну вот например про романа слуцкого раз ты уж упомянул на дано вот получается образно говоря мы не можем на сто процентов сказать с уверенностью там что блин он пиарится или что-то еще ну да может когда человека может беспокоит вот это может кому-то просто кажется как-то не так может там не может донести правильно нет там оператора нормальный ну да разное все что угодно может быть вот составе допустим группы вот он бы пришел да ему что-то подсказали там видеокамеру другую дали скорее сделай немножко по-другому в этом с инспекторами полиции как-то сделай да вот допустим рейд там написали на бумаге там просим выделить там машину для фиксации там вот это вот это то есть нарушил кто-то его сразу хлоп и выписали ему что-то там то есть результат должен быть определенным вот а так сказать нельзя так вот народный контроль база для объединения вот таких как он таких как я то есть мы пришли у нас есть кого беспокоит вот собачки бездомные еще там что-то знаете вот браконьеры беспокоит еще там кого-то что-то то есть мы пришли все сюда то каждый сам по себе этого добивается а то есть например юридический отдел который составляет грамотно бумаги который можно рассылать и хоть деревья сажать что угодно можно то есть сейчас я можно я вот сейчас приведу такой в надлежащий вид то есть правильно понимаю что по твоему мнению люди не должны идти государства там и просить там построить и нам школу а если она нужна то мы просто берем ее и строим ну что значит просить вот не на имиду вот смотри вот допустим нужно нам на новом городе школа да но мы ждем пока там оценит действительно нужность допустим проведет мы проведут мониторинг и прочее 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 найдут средства финансирование то есть этот весь процесс проведут тендер там но и вот эти все моменты а тут мы просто вот пришли к нам так сказать ходоки из микрорайона северный говорят у нас нет школы давайте мы построим мы вот сейчас проголосуем вот смотри а у нас есть определенное количество налогов и мы должны экономисты должны ну на распределить сколько ну куда это все это же такой сложный механизм на самом деле мы все так просто у нас есть определенное количество налогов если бы мы не отдавали из своего определенного количества налогов львиную сумму то у нас бы осталось намного больше у нас это где в округе до ног и вот пришли бы люди с северного собрали подписи что в первую очередь сделайте нам пожалуйста школу а потом мосты дороги еще там что то что вы через пять лет запланировали себе давайте есть первоочередные задачи вот например у меня один ребенок получается ходит на юбилейный садик один в лопыгина я вынужден войти я бы где логика а живу на степном но но где логика а если машины нету понимаешь то есть разбросано все таким образом что ну понимаешь в чем дело это есть такая проблема я не знаю зрители мы уходим в такие уже сильные дебри в свое время мой отец жил в казацкой а ходил школу учиться на ленина понимаешь то есть школы не было допустим условно невозможно мне кажется на сто процентов удовлетворить потро потреблены потребности всех как это сделать понимаешь мы привыкли что у нас все в шаговой доступности как люди в космос летают ну возможно мы же опять же не знаем вот там у нас большое государство большая система и много торговых центров очень много но это уже проблема которую тоже нужно будет решать вы будете браться за это за что за торговый центр торговый центр нет за там может провести акцию какую-то нет торговым центром старом москоре смотрите я просто сразу объясню чтобы понимание было у нас в объединении нашим нет цели ходить на митинги ну я как насколько понял что у него вы не можете вообще заниматься политикой в принципе потому что у нас есть закон о не санкционированном не санкционированных митингах это же даже уголовно преследуется насколько понимаю да ладно в конституции что написано что написано конституции написано что имеют право на пикетирование одиночный пикет насколько я знаю сейчас вас на все по конституции на все имеет право народ хорошо а вот но не пользуются этим правом а мы вообще этим правом не пользуемся зачем нам ходить куда-то мы пойдем бумажечку напишем какую-нибудь кляузную и все там решили анти писали хоть раз клауза не знаю но не было такого чтобы пока нет уголовный розыск вызывали хорошо а может такой вопрос скажи просто ну ты сам нарушал что им вообще ну хоть раз вот свои понятия бы так стануешь простой смертный конечно ну да вот может быть двух словах скажи когда последний раз ты там бумажку мимо вот когда тебе было стыдно за себя вот таком бытовом уровня вчера было стыдно было стыдно по одной простой причине у нас дворник женщина тет шура вчера мыло полы у нас на площадке получилось а я с этими своими увлечениями общественными постоянно у меня на ботинках грязь ну и прихожу не всегда успеваю убирать просто ну как у меня каждый день короче куча грязи просто ну в силу того что дом сейчас строю там в поле постоянно получается в общем намусорил сильно вот полы моют а я вышел и извинялся потому что вот и ну я не могу по-другому человек убирает мне стыдно за свое поведение так скажем ну вот как бы я понимаю что она не должна это делать она делает ну вот такие так скажем ситуации которые не специальные то есть вот она получилась ну тем не менее я виноват да признаю скажи а можно такой прямой опять же вопрос задам ты ощущал когда-нибудь но когда уже начал заниматься своей активной деятельностью народным контролем когда люди но может быть не в лицо а даже за глаза вот там условно говоря думали о том что ты просто придурок да есть эти люди которых наверно может быть ты даже знаешь этих людей в основном в группах есть такие то есть которые вот да ты там иди там занимайся чем ерунда просто занимаетесь ну не знаю а почему им так не важно среда обитания в которой они находятся это их личные убеждения и проблемы мне важно то есть их как сказать их комфорт ну заканчиваться их вот квартирой то есть вот там их степень ответственности все дальше и их дом это их квартира все а мой дом это вот везде это даже и челябинск и ханты-мансейск вот все это вот мой дом хорошо честно сказать не просто было понять но вот такого жения и очень даже интересно своя позиция есть это тоже имеет место быть жизнь есть такая у нас рубрика называется педжер вопросы из интернета ну ты наверное их видел люди в открытом доступе в принципе писали вот первый твой знакомый александр ба женов баженов или баженов баженов через е на сколько дней месяцев лет хватит твоей энергии в делах общественных откуда черпаешь сил он действительно же много времени тратишь много сил жена наверно ругается иногда не без этого мы все простые смертные поэтому а вдруг ты дункан маклауд не уже тоже рыжий кстати по моему был я бы у него волосы да но не такой симпатич короче да ругается но мы как-то сглаживаем просто все равно есть понимание того для чего это делаю это не личный мой какой-то заскок а пойду я там с пацанами там в бане посижу или что-то еще я с собой детей также таскаю ну в общем сейчас все поскромнее у нас проходят эти все небольшие так скажем контроль конфликтики энергия ну да ну потенциал чувствуешь себя до огромный колоссальный ну просто я готов мне украсть то что я делаю по одной простой причине то что я вижу что все получается вот те люди которые находятся рядом к примеру да вот там по зарыблением почему-то еще ну как то не знаю когда я нахожусь где-то да ну там наши ребята вообще ну проще так получилось не знаю я объяснить это не могу возможно заряжаю кого-то чем-то как подзарядка вот ну мне нравится еще расскажу я готов этим заниматься дальше а нет какого-то страха так сказать наступить не не поступить неправильно нет наступить не на ту дорогу я бы так сам не на тех людей которые могли бы сделать что-то так чтобы позвонить допустим сказать уже молодец красавчик но и не гуляй там это мы тут занимаемся делами а ты нам тут мешаешь а мы тут большие деньги зарабатываем страха нет нет я здесь родился но у меня может быть страх я не имею права на мало мужества перед памятью своих предков хотя бы поэтому хорошо тут вот еще один вопрос но вот конечная цель твои деятельности но мне кажется мы в принципе ответили по выборная компания конечная цель мы должны изменить этот мир изменить мир вот так вот на местах мы не можем вот по одиночке вот так вот акциями вот этими то есть первым смотрите мы наводим порядок на водоеме да мы не можем все водоемы охватить то есть для этого нам нужно что для этого нам нужны либо чтобы нас услышали но пока мы не выходили на наших депутатов так скажем ну в каких-то там разовых акциях мы участвовали совместно а может нужно ввести какой-то закон я не знаю что нужно поменять вот тут конкретно мы с тобой берем вот эту проблему как решить мусор на водоемах мусор на водоемах да у нас есть план разработанный определен опять опять какой-то есть хитроумный план есть программа развития ребята мы просто действуем и логично как я уже сказал вот по логике вещей да да кто-то намусорил ты должен убрать а как вот я ушел ты меня не знаешь где как-то молодежь я должен прийти раньше чтоб ты не намусорил так что ты будешь целый день как как зайгак пост а экологический пост возможно 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 рассказываю вот да это сложно но сложность заключается в большинстве своем в чем выставление охраны вот к примеру мы так было выходили на казаков хотели вместе что-то сделать попробовать но сейчас вот иногда пересекаемся и общаемся может быть до чего-нибудь мы договоримся вот но принципе скажу что экологический пост это решение сразу нескольких проблем во первых когда на водоеме ты ставишь это значит ты поборол браконьеров сразу то есть у тебя один водоем уже отсекается при возможности зарыбить его у тебя получается общественный водоем с нормальным количеством рыбы куда могут приехать наши жители ну жители нашего города гости порыбачить ну я понял понял там не будет мусориться то есть ты получается вешаешь две таблички не пить не курить потому как по законодательству это правонарушение все если сигареты увидел алё полиция если еще что увидел опять там алё полиция да пусть каждый выполняет свою работу костер разжег где-то в неположен вот поставил например на мангалы люди уже шашлык жарят там понимаете то есть ты сначала навел порядок вырубил поросль зарыбил водоем ты сделал культурное место ну кто будет там свинячить и круглосуточное наблюдение получается то есть ребят после отдельности шум запрещен ну к примеру если вы распеваете мы вызываем вы уезжаете вот так вот должно приводить то есть в теории нам это надо просто внедрить все ничего сложно на самом деле не вижу порядок навести мы поможем проблем с этим нет хорошо смотрим ну про раз опять же разочаровываешься виде и гражданскую позицию людей но я как понял тебя это наоборот заводит то есть я очень люблю спорить заруби спорить и выигрывать вот мне если говорят что вот и не добьешься там чего-то что-то еще ну так скажем доказывать свою правоту вот просто это жизненная необходимость просто-напросто естественно что ничего не можешь и ты с этим согласен значит и никто вот евгений не задумывался ли ты мониторинге состоянии воздуха в городе как в красноярске например черное небо красноярскому просто к я задумывался но в силу наших общественных начал мы пока не можем не позволить не думать не в общем я не знаю вообще что мы можем сейчас позволить все очень тяжело со своего кармана и ну тяжело на самом деле широко вот так вот думать что это же это многомиллионная просто должна быть армия ну не армия денег несколько миллионов должно быть чтобы вот это вот развесить и где-то рядом звуками так предполагаю где-то это должно быть я вижу что проблема это есть она существует и надо заниматься но наших сил сейчас пока только хватает на золотую рыбку и на уборку территории и зарыбить людям сделать ну в общем что можем то мы делаем мы а не получили так вот смотри же не выйдет на тебя какой-нибудь человек с капиталом скажем блин красавчики занимаетесь нормальная тема давайте давайте я вам помогу там не 200 рублей внизу там 200 тысяч условно там или 2 миллиона вы начнете там какие-то темы двигать а потом в какой-то момент он придет скажет же не лишь я у тебя помогал лишь нормальный человек все же у меня там есть темка 1 тоже надо как бы подзакрыть глаза можно как-то вот так вот ну я не готов на эти вопросы отвечать я поняла вообще честно если на это я в коррупционных составляющих не участвую не я просто вот на будущее как рано или поздно будет 20000 приходи здесь ты да хорошо как-то намерен привлекать людей свои к своим мероприятиям и привлекать их в народный контроль собственным опытом вот скажу так не все люди конечно которым мы помогли потом дальнейшем помогают нам но часто получается такое что мы кому-то поможем он говорит блин классные вы ребята я вообще даже не знал что такое у нас есть на кого-то можно положиться рассчитывать там столь тяжелые времена можете на меня рассчитывает тоже вот в частности николай городище мы ему пытались помочь так скажем ну там сложная ситуация вот потом он прицеп свой предоставил на машине вывез и зарыбил углю как бы ну не знаю мелочь это не мелочь но все же это ну приятно на это плюсик да да хорошо вот евгений расскажите просто как намерены вы бороться с браконерами в нашем старооскольском но я цитирую как вы пишите мне вот так вопросы те кто умный из интернета бороться с браконерами в старооскольском районе но у нас тут даже есть приписка а для чего это требуется нужно ли бороться с браконерами есть у нас такая проблема уже на своей нет не дочитал почему вот я смотрю что для этого требуется до проблема существует люди знают что для этого требуется требуется вот смотрите мы зарыбляем водоемы сейчас да получается ну порядка 20 тонн уже вкинули в наше общественное вот чтобы старики могли в первую очередь и дети ну прийти на водоем бесплатный так как пенсия не позволяет у подростков там особо своих денег нету чтобы каждый мог позволить все приехать на водоем с удочкой там на трамвае либо на автобусе порыбачить ну и нормально половить рыбки вот зарыбляем а несознательные граждане вот к примеру да зачастую бывает вот идешь по берегу да вот человек на лодке сеть ставит смотришь куча рыбаков сидит и тишина ну понимаешь что мы сейчас приходим к твоему народовласти я сейчас в голове прокрутил так не будешь скажешь подождите стойте вы народ вы должны сетки убрать а этот все точнее они скажут ну это его мнение он тоже народ он хочет носить ловить носить нельзя почему вот нельзя класса хулиганство а не на определенные просто если кто-то хочет допустим человека убить что же может убить где-то это параллель понимаешь тоже сеть поставить или электро удочкой долбануть там что-нибудь тоже я хочу шо значит хочу ну хоть это не вредно ну да поэтому как-то так как бы бороться с браконьерами бороться легко и непринужденно уже план есть определен есть есть все есть программа ребята надета существует она в разработке и мы ее мы и увидим когда там поэтому уже все разработано вопрос в том что фото ружье нет люди просто не хотят в этом участвовать мы не можем сказать что это не развивается это развивается яла текущая так скажем то есть когда 21 апреля мы проводили мероприятие собирали в молодежном людей рыбаков коре люди придите пожалуйста вот у нас там мы сняли зал аренду там сами все и в общем рыб инспектор там был александр юрьевич никитин вот проводили мероприятие пришло всего порядка там десяти рыбаков из допустим там может быть двадцати-тридцати тысяч которые у нас есть в городе ну очень много вот ну мы не расстроились ничего в общем на сегодняшний день нас больше уже поддерживать уже не пять уже семь человек вот да ну ну есть рост динамика не все равно это 40 процентов побольше да хотя бы звонят там где-то рассказывают ну так скажем свои уши должны быть везде если мы так скажем нас не видно если это не значит что мы ничего не делаем мы собираем информацию готовимся вот сейчас нам просто некогда мы занимаемся зарыблением вот и хулиганы на водохранилище это знают и мы знаем что не знаю них хулиганят да 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 но все знаем можем передать наверняка кто-то из наших зрителей любом случае любит рыбалку знаете что бойтесь народного контроля да не не бойтесь у них руки длинного эти сотрудничать давайте сотрудничать давайте сотрудничать вот пусть и посмелее делайте замечание несознательным гражданам трогать никого не надо но у нас есть рыбы инспекция у нас есть полиция а если это блатной ну и что когда ты рыба инспекцию вызываешь уже там не катит баллада нету понял простые передавай перейдем к черному квадрату как раз тема подходящий у нас каждый гость задает задание по следующему и до этого был дима сосновский но он так эксклюзивный был вариант а предыдущий гость был кристина дубровская помнишь девочка такая которую почему-то все такие ну даже не хочу об этом говорить и в итоге программа набрала полторы тысячи просмотров больше всего почему все до этого же не посмотрели 300 400 человек а ее полторы тысячи но она все равно плохая и я плохой она тебе дала задание поймать рыбку вот давай спасибо большое ольге ольга нам как бы предоставила помогла найти вот так тут из рыбочка есть для тебя удочка вот пожалуйста же не вообще расскажи ты сам рыбак конечно откуда такая любовь вообще двух словах она работает там можно поймать рыбу попробуй вот у меня получается нет рыбу ты поймал видишь что ты лапок ну первый улов давай покажем что было давай первый улов венок осьминога поймали морепродукт да ты когда начал заниматься рыбалкой ох я даже не помню когда я начал в общем меня отец таскал еще ракушку чуть не клюет ну это было это получше да вот в общем давай сначала расскажу нам был ловить короче когда начался мой опыт я даже не помню меня отец таскал постоянно машины не было был велосипед сажал на раму я ехал засыпал руки штак утру ли я между руку так вот засыпал и он привозил не а если он не не брал я очень сильно переживал о чем ему говорил и он меня поэтому будил в три часа ночи мы ехали вот поэтому стаж у меня большой довольно таки вот за этот год за это лето я съездил всего один раз на рыбалку несмотря на то что я очень люблю рыбалку что-то как-то маловато просто было некогда вот а потом когда зарубление начали производить ну съездишь на рыбалку две-три тонны поймаешь там выпустишь как тоже на рыбу это смотреть не хочется особо и есть и особо не люблю понятно ну давай посмотрим для кристины должен что-то словить то ну вот рыбу дать и чё за рыба угощайся давай нож это что такое вообще скажи как рыба какая но это вот рыба похоже знаешь мультик был нему до серии когда как было вот это она а ты можешь определить то есть вот есть окунь там допустим но этих конечно это морская рыба это морская рыба еще был давай попробуем а тут нет а дельфины есть это дельфины не клюют а дельфины потому что умный у них же давай рыба не это долго могу ловить давай ты пока ловишь а я тебе blitz ok blitz вопросы на основе опять же информации которые фильм дельфины давай отпустим он дал это млекопитающие все желание загадать загадать желание даже только не говоришь а вы один раз у нас закроет в один раз его снимаете да ну то а то что загадаю хочу сюда вернуться а жень блиц поехали рыбалка или охота рыбалка и язычество или христианство язычество коммунизм или капитализм социализм социализм власти ли деньги что-то вообще вопрос не очень хорошо ну власть ну власть депутат или общественник а поправки на одну это можно разъяснять в процессе ну попробуй да ну вот смотри у меня просто есть понимание да вот те как я уже говорил что общественникам я могу многого не добиться просто вот если я хочу сделать в больших объемах то так скажем становление депутатом это вынужденная мера вот так вот я скажу то есть я не хочу но если нет другого выбора я им стану ну как раз следующий вопрос смотри гордость или уступка ради цели гордость гордость до стоячий полицейский или лежачий полицейский о как пусть лежачий тюрьма или правда правда я рыжий или золотой рыжий дорогие друзья это был евгений александров я надеюсь вам было интересно может быть мы не смогли полностью объяснить то что то что хотели донести но я думаю теперь вы стали лучше знать этого человека и я как минимум будем следить же за твоей деятельностью на самом деле хорошее дело делаешь в любом случае и желаем тебе только успехов все спасибо большое все удачи а